Акцизы на бензин с 1 апреля выросли на 2 рубля, а на дизельное топливо на рубль. Это уже второе за год повышение. Последний раз дважды. За год акциз рос в 2013. В Минфине ожидают, что цены на бензин теперь могут увеличиться на 6-7%. Федеральная антимнопольная служба, в свою очередь, обещала не допустить необоснованных скачков. С 1 апреля в Алтайском крае вводится ограничение движения большегрузов. Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, которые не имеют разрешения от Алтая-Автодора. Исключение сделают для международных перевозок, грузов, пассажирских перевозок, доставки продуктов, лекарств, топлива, грузов для ликвидации стихийных бедствий, а также для транспорта военных и дорожников. Ограничение вводится для сохранности дорог в период весенней распорицы. С 1 апреля на 4% увеличатся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. В среднем они подрастут на 325 рублей. И всего в Алтайском крае повышение коснется 74 тысяч жителей. Напомним, социальная пенсия назначается тем, кто не заработал право на страховую. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины в 60. Апрельская индексация будет проведена пенсионерам, независимо от того, работают они или нет. Единая маркировка изделий из натурального меха вводится в Россию и в странах Евразийского экономического союза с 1 апреля. Теперь продажа шуб, дубленок и головных уборов без специальных опознавательных знаков будет запрещена. Учитываться и контролироваться будут изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины. По оценкам экспертов, объем нелегально ввезенных в Россию меховых изделий доходит до 80%, а платежи на таможне составляют лишь 16%, что приносит значительный ущерб бюджету. Новая система будет контролировать движение подлинных меховых изделий на всех этапах. Как эта система скажется на продавцах шуб в Алтайском крае, мы расскажем в ближайших выпусках, но отметим, по нашим данным, некоторые магазины уже на грани закрытия. Евгения Даровская, Наши новости.